всем привет другие с вами мистер fox сегодня мы с вами поиграем в игрушечку скам это известная уже достаточно игра это жанр выживания ее можно найти в стиме стоит она не так дорого 600 рублей по моему и мы попробуем поприключаться я посмотрю я играл в нее когда она только вышла но сейчас произошла куча всяких обновлений ввели строительство своего дома там укреплений и так далее ввели транспорт много всего интересного о чем я вообще не знаю она и тогда-то была очень сложный то то есть очень сложный крафт так далее плюс выживание плюс нужно поддерживать баланс витаминов и микроэлементов вести здоровый образ жизни или нездоровый но цветы вместе посмотрим посмотреть поприключаться и самое главное вишенка на торте мы здесь создаем персонажа можно быть мужчиной можно быть женщиной раньше кстати женских персонажей не было теперь ввели пожалуйста раз вот это огонь вот это огонь кстати здесь есть такой режим скрытные не скрытный и все выглядит вот так и многие будут играть просто здесь то есть многим для игры будет достаточно просто меню создания персонажа чего что о боже интересно разработчики это все невероятно разработчики а все когда-нибудь видели в реальности как это прикольно огонь но мы все понимаем что это виртуальная игра настоящих мужских размеров тут нету поэтому придется удовольствоваться чем-то маленьким но да ладно это условности виртуального мира все таки чушь там то ладно давайте не будем смущать публику поехали кстати интересно когда мы затянуло затянуло и меня эта тема как я говорил что многие будут играть здесь огонь просто огонь чем не играешь зачем что-то дальше так поехали по мужской все нормально там что не такой приличный тип головы вот это вот сушки но вот что-то у них беда с дизайном ух ты какой сладкий черный мужчина черный властелин да иди сюда сладкий это какой-то здесь слушайте блин почему он такой безумный что с ним не так он уже побывал видно в этом мире все там видел да ребят но с лицами как-то борщ но они все безумны да с лицами в общем не разгуляться может быть правда такого черного мужчина хрен с ним такой белый татухи не но это слишком это слишком а может быть тут можно вот вид татуировки вот такая вот таки огонь это огонь мужчина просто вот такой я даже не знаю вообще я даже ничего не могу сказать поэтому поводу вообще не делать сделать прям задумался так ну ладно статухами разобрались об чем повертеть нельзя на пертеть нельзя непонятно скрытный режим здесь там нет никаких тату типа добро пожаловать на борт как фильме на была такая комедия возраст ну пусть будет 20 юный так дальше сила ну пусть так и будет ловкость интеллект выносливость нормально я думаю что это здесь телосложение ведь и мускулистая то есть в принципе можно сделать как по реалу и смотреть на себя как в реале снова сделаем так фантастика так ну как мы сделаем ты это я даже не знаю как это так у нас как то так чтобы мы были поменьше как цель все-таки да это важно я думаю так все наверное следующее самое интересное мы уже посмотрели так навыки бокс нет навыков а то есть мы тратим вот эти очки оружие для рукопашного боя я думаю что оружие для рукопашного боя давайте поднимем потому что это важно пистолет винтовки давайте винтовки тоже поднимем лук с боксом мы так разберемся бег потому что это будет прокачиваться по ходу игры это будет прокачиваться стойкость бег пусть у нас будет хорошим так воровство нет наук войны нам это нужно но вождение тут все равно такого уровня как у меня нету это нужен максимальный абсолютно экспертный воровство давайте воровство не будет нам вообще она не особо вот скрытность лучше будет пусть внимательно снайперская стрельба до камуфляж до выживания вообще нет я не знаю что это такое да и фиг бы с ним создаем но ничего нормально поехали куда-то в счастье но игрушка про суровый хардкор хардкорный мир где мы будем одни против всех и конечно здесь лучше играть с бандой что мы можете сделаем на я надеюсь очень но сейчас я буду разбираться во всем один ребят это скорее всего будет все не быстро и неловко поэтому не судите строго но интересно думаю будет вместе все это посмотреть ну собственно вот мы собственно появились луна и что называется звезда рок-н-ролла должна умереть на кухне пьяный и голый закинувшись всем от чего только можно балдеть звездой рок-н-ролла допивает ром с колой и должна умереть так светит луна что больно смотреть да чё это я умирать мы погодим мы будем бороться и выживать как настоящие спецназовские спецназовцы мать его которые видели все уже на что только может предложить этот мир но а мы здесь в зимних условиях мы на каком-то сервере на котором есть и пвп и пве в d4 кстати было заявлено что пве зона а где это а о чем все не вижу а должен видеть на карте А, не вижу. Наверное, невнимательно смотрю. Не, ну, в натюрлях я где? То есть, должно быть написано, что я где-то. Правильно? Не может быть такого. Ну, логично предположить, что я как минимум в зимней зоне, да? Потому что вокруг снег. Логично. Но где в зимней зоне? Интересно, здесь вот сделано ориентирование, потому что на некоторых серваках ты прям показан стрелочкой на карте. Если они тут сделали ориентирование по местности, то это просто ураган. Потому что я не вижу свой курсор на карте. Вот я двигаюсь, да? И на карте не вижу свой курсор. Это очаровательно, блин. Просто очаровательно. Ну да ладно, погнали. Горы, дорога. Надо куда-нибудь убежать подальше. Бег колесиком мышки. Здоровье, выносливость, энергия. Все показатели понятны. Так, теперь нам нужно что-то закрафтить. Ну, как минимум какой-нибудь лук. И здесь с этим очень все непросто. Я помню, что для начала нам в любом случае понадобятся камни. Без камней здесь делать нечего. Вот, искать камни. Вот что-то нашли. Вот это то, что мы нашли. Маленький камень. Взять в руки, да? А из него можно что-нибудь сделать? Снять выделение. Создать каменный нож. Давай, делай каменный нож. Каменный нож нам пригодится. Это уж сто процентов. Каменный нож. Его тоже нужно взять, между прочим. Вот в штаны положить и в быстрый слот, например, 3. Это значит, что при нажатии кнопки 3 он его достает и все, такой весь из себя вооруженный. Так, теперь нам нужно этим каменным ножом срезать какое-нибудь дерево. Но, понимаешь, вот это мы не срубим, потому что оно слишком крутое. Нужен кустарник. Вот. А вот это можем. Понимаете, насколько прикольно сделано? То есть, такую хиленькую растительность мы можем порубить в мелкий винегрет. Порубили. Получили. Вот в меню то, что лежит рядом с нами. Маленькая деревянная палка. Маленькая деревянная, длинная деревянная палка. Создание. Вот меню создания крафта. Тут черт голову сломит. Вот. Но мы должны создать хотя бы какое-нибудь эдакое. Знаете, что? Давайте с разгулку, наверное, двигаться. Что для него нужно? Длинная деревянная палка, веревка и каменная ножка. Понятно. То есть, мне нужна веревка сейчас. И длинная деревянная. Длинная деревянная палка у меня есть. Теперь смотрим, из чего можно создать веревку. Вот у нас веревка. А здесь будет написано. Компоненты. Маленькая деревянная палка, каменный нож. А, пять штук маленьких деревянных палок, чтобы сделать веревку. Вот так вот. Понятно? Никак не будь. Ураган. У меня нету пяти. У меня маленьких деревянных палок раз и два. А вот из этой я что-нибудь могу сделать? Ничего не могу сделать. А, подождите. Вот из этой. И нужно выделить второй предмет, при помощи которого мы хотим что-то делать. Только тогда что-то может сделаться. Но все равно ничего не можем. Понял. И где я возьму еще, понимаешь, маленьких деревянных, маленьких, понимаешь, палок? Маленькая деревянная палка, маленькая деревянная палка. Это выделяем. И ножик нужно убрать из выделения. И тогда появится... Нет, не то. Это длинная. Понял. Вот так. Создать маленькая связка деревянных палок. Вот давайте связку сделаем. Свяжем эти две в одну. Вот так. А длинную деревянную палку... Ну, рубить на маленькие палки. Управильное движение. Что я сразу не догадался. Вот видите, это все неспешно. Это все медитативно, скажем так. Погружаться в процессы нужно. Поначалу, что тяжело освоить этот крафт. Но потом, потом, когда мы придем к тому, что мы его освоим. Будет неплохо. Вот еще две. Да? Еще две. Так, вот это нужно разобрать. Давайте разберем. Нашу связку. У нас получат четыре маленькие палки. Я просто гений логистики. Так, а теперь создать маленькую связку. У нас будет их четыре. Мы сейчас побежим к соседнему кусту. Там нарубим еще. У нас будет их пять. Мы создадим веревку. Все, огонь. Просто огонь. Все, взяли в руки. И погнали к соседнему кусту. Вот таким вот образом выглядит наш мать его, мать его крафт. Повесил на спину. Все по красоте. Здесь есть охота. Здесь есть готовка. Здесь я вам сейчас покажу баланс витаминов и микроэлементов. Это же просто бахнуться. Так. Разбираем нашу связку. Где-то к нам подлетел такой дрон. Вот он висит. Типа квадрокоптера. Он снимает нас. Потому что на самом деле все это шоу для богатеев. Они сидят дома из телеков. Смотрят, как мы тут выживаем. Представляете себе? Как суров этот мир. Практически реал. Так. Маленькая деревянная палка. Вот длинная нам пригодится. Итак. Мы делаем веревку. Выделяем пять маленьких деревянных палок и нож. Который, кстати, изнашивается. Создание. Веревка. Создание. И вот теперь мы делаем веревку. Дальше мы делаем лук. Вот я только не понимаю, что значит 20, 25, 35. Это типа размер. Потому что одинаковые компоненты используются. Видимо, это размер, может быть, мощность. Давайте 35 создадим. Хотя, может быть, я и не прав. Мы как-то уже движемся к тому, что жизнь налаживается. Вот мы создали 35-й лук. Инвентарь. Он лежит рядом. И его нужно обязательно взять. Мы его повесили. Это по красоте. Осталась маленькая деревянная палка. При помощи ножа мы можем создать деревянные стрелы. Понятно, что одна получится, но хоть одна. Мы ее создали. Создали. Кто бы знал бы, куда ее деть. Сюда можно? Нет. Сюда можно? Почему-то тоже нет. Взять в руки. В общем, пока взяли в руки. Теперь. Это все не просто. Нам нужно создать самодельный курьерский рюкзак. Я это просто помню, потому что он хоть как-то нам поможет. Для этого нам нужны куски ткани, тряпка, опять веревка и каменный нож. Все непросто, друзья мои. Отделать мы это будем следующим образом. Мы рубашку нарежем на тряпки. Во-первых, этот оранжевый цвет. Мы светимся, как елка новогодняя. Это нужно снимать. Все. Все-таки снег. Нужно быть в белом. Вот. Отлично. Нарезали на тряпки. У нас получились тряпки и обрывки ткани. И штаны тоже нарезать на тряпки. Затем мы с луком. Без портока в шляпе. Вот. Вот это просто отлично. Только брать это не во что. Вот единственное, что я не догадался. Создание. Курьерский рюкзак. Еще раз. Одна тряпка. Веревка 5 метров. Каменный нож. Так. Ну пусть это лежит здесь. Вот так вот я ловко придумал, да? Сейчас я это потеряю. Будет смешно и весело. Но надеюсь, что не потеряю. Вот здесь. Вот это можно нарубить? Нет? Нет? Обидно. А потерять-то это все можно. Как нефиг нафиг. Да и что-то и холодно. Вон там куст вижу. Мы его точно должны срубить. Давайте по прямой к этому кусту. Давай, дружище. Вот. 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 Нарубить. Давай. Теперь нам нужно сделать веревку. Еще нарубить. Потому что нужно больше веток для нашего крафта. Так, маленькая деревянная палка, маленькая деревянная палка. Блин, да что ж такое-то? А нужно пять для того, чтобы сделать веревку. Вот так вот непросто все. В руки. Побежали. Обратно. Вот наши запасы. Теперь нам нужно найти. А что-то у нас нет, кстати, маленькой деревянной палки. Нет, нет. Но мы найдем. Уже светает, кстати. И в пределах видимости, как назло, ни одного нормального куста. Это как всегда. Вот. Нет, не надо искать камни. Надо вот это нарубить. Нарубить вот это надо. Ёлку-палку это. Нет, не рубится. Не рубится. Возвращаемся к нашим. И вот мы их уже потеряли. Я правильно понял? Да нет. Да не может быть. Ну где они? Nine. Как так-то? Ух ты еще. Птичка! Привет, птичка. Влетел, зараза. Ее можно было шлепнуть явно. Так, куда я проиграл? А холодно, блин. Но я же куда-то это все... Где-то оно все лежало. Вот как так вот? Отвлекся, отвернулся и все. А, вот оно все. Слава богу. Все, нашел. Иге. Так. Это надо, значит, запомнить. А, как я запомню по карте. Когда я ничего не запомню по карте. Я даже не знаю, где я нахожусь. Хотя. Ну, в общем... Нужно найти кустарник. Вон, по-моему, кустарник. Или, мне кажется. Да, кустарник. Вот он. Давай, давай. Ну-ка, 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 найди. Давай, давай, давай. Давай. Ну, где ты? Кустарник. Да что такое за ерунда? Почему не появляется надпись нарубить? Должна появляться. Может так? Да хрен там. Зараза, ну ведь это же был кустарник. Самый настоящий. Что-то не наесть кустарный кустарник. О. Ну, ну, нарубить. Понятно. Сука, камни кончились. Я люблю эту игру. Искать камни. Те камни, мать его. Мать его, камни. Вот. Ищи лучше. Вот, молодец. Камень. Взять в руки. Отлично. Создать каменный нож. А знаете, у нас просто каменный нож, он уже, видно, либо сломался, либо мы его забыли. Сейчас сделаем новый. Сделали. И возьми его в руки. Молодец. И наруби мне уже кустарник. Будь человеком. Нам нужен рюкзак. Без рюкзака мы вообще тут ни о чем. О-о-о-о-о. Давай. Давай, Вася, давай. Потом надо тряпки найти. А птичку-то, которая воронтосина, ее подстрелить, видно можно было. Она не просто так села. Так, теперь мы берем вот эту историю. Разбираем. И делаем раз, два, три, четыре, пять. И создаем веревку. Создаем. На самом деле, вот, я не знаю, насколько вам это интересно смотреть, но игрушка, она, играться в нее достаточно интересно. Я думаю, что, наверное, может быть лучше в формате стримов, потому что... Ну, потому что... Так, маленькая деревянная палка, мы ее можем на спину повесить. Отлично. Веревку я взял в руки. И побежали, дело за малым, найти наши куски ткани и прочее, прочее. Где-то это было тут. Почему я все время забываю, где это было? Дедушка, кстати... Вот, я помню, что вот от этого дерева вниз на север... Где-то просто... Блин, это же было где-то здесь. А может не от этого дерева? Нет, не от этого дерева, получается. Не от этого дерева-то. Ни разу не от этого дерева. От какого? А, я вспомнил, как это искать. Сейчас, 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 мы найдем. Тут вот, вот оно, все. Они думали нас обмануть. Так, теперь создание. Где этот долбанный курьерский рюкзак? Нам нужно... Тряпка, веревка и ножик. Все, спокойно. А ножик-то я там и оставил. Ой, найм. Чего ж так все печально-то? Ладно, веревку кладем сюда. Еще раз ножик нужно сделать. Почему все так, а? Ну, камни мы сейчас тут найдем. С этим проблем не будет. Вот. По-любасу. Камень. Взять в руки. Создать каменный нож. Это большой каменный нож, кстати. Вернее, большой камень. Из него можно было головку для каменного топора создать. Но это мы сделаем потом. Это все, знаете, непросто. Вот. И взять в руки. Бери в руки. Видите, все... Все не быстро. А вот теперь мы уже выбираем тряпку, веревку. Нажимаем создание. Вот теперь мы можем сделать этот долбанный курьерский рюкзак, который на себя оденем и все в него положим. И делает он это не быстро. А давайте еще посмотрим, что здесь еще можно сделать. Одежду какую-нибудь можно шить, наверняка ведь, потому что я-то без одежды остался. Сейчас он доделает, потом посмотрим. Следующий этап это стрелы. Потому что одна стрела это хорошо. Но с нашими навыками стрельбы, я думаю, что... И дальше вот то, что вы сделали курьерский рюкзак. Не думайте, что вы его одели. Обязательно оденьте его. Иначе вы его просто забудете. Так, тряпки. Тряпки у нас имеют особенность. Они не кладутся одна на другую. Вот это все пригодится. Это все ценные веники, ребят. Поэтому я это беру. Стрелы. Ой, стрелы. Стрелы на спину можно. Почему нельзя стрелы на спину? Что за бред? Колчан нужен, что ли? Ну, допустим. Лук мы делаем в третий слот. Вот вроде как все собрал. Если мы используем вот это и вот это, мы можем сделать деревянную стрелу. Давайте еще одну сделаем. Вот две деревянные стрелы. Их объединить можно? Слава богу, да. И куда их можно? В руки. А еще их можно не только в руки. Еще их можно, по-моему, отсюда. Да. Ну, слава богу. А вот отсюда их можно вот так в лук? Нет, нельзя. Хорошо. Закрываем, нажимаем. Доставим лук. Отлично. Вот как работают стрелы. Все. Я все понял. Вот это вот по красоте. Мы, как минимум, мы вооружились другим. Вид от первого лица, вид от третьего лица. Ну, что же. Все неплохо. Давайте вот я вам покажу метаболизм. Вы видите, что творится-то? Пульс. Это что? Это как у нас легкие, видно, работают. Вообще огонь. Температура. 36,6. Я вообще здоров как бык. Все нормально. Тут вот долго разбираться. Но вы сами просто можете посмотреть. Объем крови 5,6 литров. Запас жира. Туда-сюда. Вес 74 килограмма. Похудел на 300 грамм пока все делал. 75 весил. В тот возраст, да. Ты тут стареешь. У тебя тут зубы могут выбивать и выпадать. У тебя растут волосы на лице, ребят. То есть, если вы там не стрижетесь, не бреетесь. Вот это все вообще огонь. Это витамины, минералы. Заполненность желудка, кишечника. Заполненность мочев. То есть, тут можно ходить в туалет. Вот в этом капце разбираться капец как долго. Мы это потихоньку будем делать. Сейчас наша задача просто. Просто тупо выжить. Попробовать с чего-то начать. И сориентироваться по местности. Две стрелы хорошо, но... И ножик давайте добавим на четверку. Две стрелы хорошо, но нужно еще. Мы сейчас сделаем хитрое дело. Мы сейчас сделаем самодельное деревянное копье. Возьмем его в руки. И с ним уже побежим в город. У нас 8 стрел. Одно мы сразу кинем, метнем. Второе со спины достанем. Наваляем кому-нибудь. А еще у нас на спине будет лук. Вот это вот мы вооружились. Вот это настоящее спецназское выживание. Понимаете? Так, где там у нас город? Вон там. Вперед. Так, альта можно осматривать. Какой мужчина с лицом? Настоящий индейец. Чингачгук. Смотрите, такой... Нормальный такой... Трубку мира только что покурил. И Чингачгук он. Точно так мы его будем звать. Индейец наш... А, вот это мужик вообще. Какой просто. Я... Ю-ху! Ураган просто. Это мессерваку пришел капец. Ты че? Ты че, пес? Это был олень. Спугнули? Спугнули оленя. Вот тут. Алёхи с Кузьмичом-то не хватает. А, смотрите. Грибы, грибы. Тут можно есть грибы. Грибы. И специально для своих я рассказываю о том, что у них есть разные эффекты. Да. Очень интересные разные эффекты. Поэтому мы его есть не будем. Тут знаете как? Его как-то можно посмотреть. Его можно не только съесть. Его можно поднять. Вот. Как он называется? Что-то так? Мухомор вонючий. Это пластилина. Не называемый... Здравствуйте. Мухомор вонючий. Крупный плодовец. Вот. Когда мне всё надоест, я его съем. Блин, такую зверюгу спугнули. То есть тут реально можно точить грибы. Вот это вот что? То есть поднять. Сейчас посмотрим, что это опять же. Головач гигантский. Дождевик. А давайте его съедим. Съесть. Всё. Может быть сейчас интересные эффекты пойдут. Пацаны, я вас жду, короче. Потому что без вас тут вообще жёстко. Закамня, девушка, на руке. Вот это лучшие татухи в мире. Здесь он полнеет. Может набирать лишний вес. Разжиреть. Если ничего не делать, только сидеть готовить, где-нибудь укрыть. Блин. Чё ты? Блин. Чё-то пошло не так, мужики. Чё ты стойку сразу принял? Ладно, я не хотел тебя отравить-то. Всё. Охота здесь, кстати, тоже очень непростая. То есть нужно выслеживать зверей и убивать их, потом разделывать, готовить. В общем, ну это следующий этап. Видите, разные климатические зоны. То есть вот реально нам будет чем заняться здесь. Ну, а всем остальным зрителям, я думаю, будет интересно на это посмотреть. Правда же? Тебе же интересно? Поэтому прямо сейчас нажми лайк. Нажми лайк? Нажми лайк, напиши комментарий. Мистер Фокс будет в это приключаться. И мы будем приключаться в это вместе. Прекрасно проводить время. Так, что мы имеем? А это нифига не похоже на деревню. Это не похоже на деревню, это плохо. Ну что, я смелый? Я смелый, да. Я крутой? Я крутой. Пойдёмте. Сыкотно. Потому что когда ты ничем не вооружён, это явно не деревня, это какой-то не пойми чё, типа маленький промышленный комплекс. Я думаю, что зайдём сбоку. Вот сначала эти дома прошарим. Никого? Нет. Так, искать. Предметы не найдены, очаровательно. Что это? Это резинка, в которой можно скрепить несколько предметов. Офигенно, но не сегодня. Предметы не найдены, это тоже чудесно. Наверное. Так, что здесь. Пистолет бы. О, уши оленя. Офиген. Сишки. Сишки, да, 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 давайте местом хамара сишки возьмём. А вы можете что-нибудь с ними сделать? Сдаться не хотите, это он там кому-то что-то пишет. Это не нам, мы сдаться не хотим. Так, мухомор, тряпки. Нет, тряпки нам не нужны. Сишки, это огонь. Можно их курить, интересно. Если можно их курить, то это вообще огонь. Так. Ну, здесь я не был, да? О, шляпа. Надеть шляпу для рыбалки. Вот я модный. Я прям модник в этой шляпе, я чувствую. Вот эта шляпа ждала меня. Так. Свечка. Ну, свечи мы зажгем потом, когда устроим романтический вечер. Металлическая труба нужна. Ну, в общем, ей можно башку кому-нибудь проломить. Это понятно. Это всё понятно. Тут как бы, чё тут непонятно. Ты смотри, что нет. Хантер, мелкашечка, да? Отлично. 23 калибр, это мелкашка. Берём место вот этой истории, да? Палку выкинули. Мелкашку взяли. В быстрый доступ, а её в четвёрочку. Но. Тут какая история. Патрушков нету? Я уже всё здесь искал, да? Да, я здесь всё обыскал. Не всё помню, не всегда. Что поделать? Так. Вообще, надо отсюда двигать. Я был. Персик, персик. Съесть. Персик съесть. Мужчина должен быть как персик, сладкий такой же, волосатый. Так. Это что тут? Я же бросал что-то там из рук-то взял уже, что ли, в руки-то? Взять в руки. Вот так. Чё там в холодильнике? Ничего нету, да? Так. Патрушки. Мне нужны потрошки. Будут у меня потрошки, будет у нас всё, други мои. Искать. Найди мне 22 калибра. Ты моя радость. Ты моя радость. Так. Всё остальное, это вообще херня. Главное сейчас. Что делать настоящий спецназ в такой ситуации? Он валит. Валит. В туман. В лютый. В лютый туман валит. За укрытие. Присаживается. Даже я бы сказал, вот так он делает. Почему? Потому что, чтобы нас в этот момент не чпокнули. Правильно? Правильно. А дальше он делает следующее движение. А как тебя заряжать, а? А! Всё, я не дурак. Я понял, как тебя заряжать. Берём ружо. И заряжаем. Два, три, четыре. Четырёхзарядка, что ли? Да, четыре из четырёх. Четырёхзарядка и шестнадцать патронов осталось. Ребята, будем жить. Так, как выглядит у тебя прицел? Давайте ознакомимся. Так, это же просто праздник какой-то. Я всё понял. Я всё понял. Ну, я понимаю жизнь. Вот это я понимаю жизнь. С ружьём, понимаешь? Так, x это лечь. Да? А я не хочу, если ложиться, например. Я хочу, если присесть только. Вот, это c. Отлично. Вот это другая жизнь. Другой разговор. Так, всё мне нравится. Я хочу перекурить это дело. Знаете, я думаю, каким образом... Добавить к быстрому доступу. Да, пять. Ну-ка. Можешь взять сишки? Он не берёт сишки. Видно, зажигалка нужна, чтобы это дело перекурить. Ну что, другие? Для того, чтобы серии не получались супер длинными, я думаю, вот этого начала достаточно. Дальше моя задача выживать здесь, набираться какого-то лута, что-то делать, а вы это посмотрите. И вы уже, в принципе, поняли, насколько всё сложно. Такая затравочка, да? Прям с нуля всё создал. Пишите ваши комменты, обязательно ставьте лайки. И совсем скоро мы с вами увидимся и будем приключаться дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова